привет всем добро пожаловать в 2014 год как я вам помолодел на 4 года как раз вот для хейтеров сбрил бороду и так ребята сегодня будет благотворительность будет благотворительное видео знаю многие ждали такое видео что я хочу сегодня сделать я хочу бабушкам в супермаркете оплачивать покупки многие из вас уже могли видеть такие видео в интернете я кстати этим видео и вдохновился и вот как раз так совпало да что я без бороды а бабушки вы знаете бороды не любят потому что если для них человек с бородой значит ты должен быть батюшкой и вот хотел бы как раз ответить на вопрос хейтеров которые говорят зачем ты показываешь благотворительность почему это не делать тихоря зачем эта показуха вот как раз для того чтобы люди вдохновлялись чтобы люди посмотрели мои видео и сделали также потому что я бы например до такого не додумался да я посмотрел видео украинского блогера тружковского он провел такую акцию этот блогер подсмотрел у еще одного блогера и вот таким способом можно делать добрые поступки и мотивировать людей так что я считаю что о благотворительности нужно рассказывать нужно это все показывать чтобы люди брали с тебя пример я кстати не знаю или разрешат мне снимать я посмотрел как это делали другие блогеры они договаривались сейчас я тоже буду договариваться я изначально позвонил в супермаркет общался с менеджером менеджер отнесся скептически к этой идее сказали что мне нужно разговаривать с управляющим супермаркета чтобы знаете все это в тихоря не снимать чтобы не было никаких проблем чтобы наоборот люди которые будут думать что это какой-то развод но особенно бабушки чтобы кассирши им говорили что все нормально чтобы охранники им говорили чтобы они не волновались в любом случае это видео выложу даже если у меня не получится договориться я проведу эту акцию без камеры и потом вам расскажу как все было но я надеюсь что все будет нормально так что пошел и договариваться так ребята все отлично мне разрешили связались начальником сектора внешних коммуникаций он дал добро и в следующий раз если я захочу провести такую акцию я буду набирать напрямую они предупредят руководство предупредят сотрудников короче погнали так ребята дела пока идут плохо наверное я плохой выбрал супермаркет прошло минут 40 ни одной бабушки не встретил оплачиваю обычным людям покупки один кассир стоим шутим короче прикольно здравствуйте можно проявить вашу покупку у нас акция с вами оплатить да спасибо вам спасибо вам хорошего вам дня очень приятно не может еще идти берите да да можете еще идти так и насколько можно насколько хотите идите набирайте красную икру можете еще даже быть взяли все я свободен да все очень хорошо вот дедушка не постеснялся вернулся и взял себе шпроты рэйфа и рэйф жизни за 73 года вот так у нас наступает обед подходят уже бабушки ужасно тебе прожил акцию можно заплатить за вашу покупку благотворительность просто так вам ничего не нужно сделать можно все хорошо так ребята знаете что я придумал каждой бабушке буду давать по баночке икры почему бы не да такой приятный бонус подошел к бабушкам сказал вот в супермаркете что их ждут бесплатные товары чтобы брали что хотели вот так мало взяли и 1 баночку больше спасибо большое хорошего дня здравствуйте сегодня акции я рассчитываю за покупку спасибо можете еще что-то взять пойти икру лосось что хотите идите пока нету людей вот я вам икру взял полностью такой хорошего у меня короче ребята эта фишка тоже не работает подходить к людям вот в магазине внутри потому что они все равно боятся думают что на кассе от них что-то потребует как им не объясняет они все равно боятся здравствуйте я сегодня провожу акции извините что напугался оплачиваю покупки нет берите что хотите икру я все оплачу ну короче видите все что вам вот берите что вам нужно я все хочу серьезно вы кто может за вас голосовать нет я от себя нет просто делаю благотворительность снимаю социальный проект в этом супермаркете у меня все деньги на лекарства после 6 операций на тех спасибо вам это такие шубы это после умерших подруг берите что хотите что вас накрасить на любую на 5 тысяч на день серьезно насколько на 2000 возьмете на 1000 хотя мы возьмите короче возьмите все что вам нужно и даже больше как всегда и больше все я вас жду на кассе сейчас жду вас а сколько лет она для лечения курит слышали да есть бабушка которая травку курит она в расцвете сил да ну понятно что она с юмором так я покупаю третью партию икры купил уже всю икру я беру столько за месяц нет нет не беру столько за месяц вот я за рыбу последний раз покупала ну годы когда дала кошка я и редко беру и никогда не беру благодаря вам вот на первый створимый кофе я не брала я при комыристах брала он очень дорогой а бабушка будь и бабушка я утром люблю на рынке взяли да большую так как у нас нет ничего не рассказывать мне на подушку ну я пойду то ну я еще здесь буду час нет нет просто расскажи такой случай конечно расскажи это ж наоборот для этого и делать чтобы люди делали приятные друг другу не надо вы православные боже все спрашивают за веру вера это человека нет я бы подала в церкви православный как вас зовут тарас я подаму я точно подаму все хорошего у меня на сегодня акции я оплачиваю людям покупку я подразумела можно сказать повезло да да можете еще что взять да не я спасибо вам очень хорошего дня вам так спасибо а что такое а все вы видели все покупают рыбу в основном все так обычную не лосось а вот обычную скумбрию там какую-то в основном все берут рыбу если я говорю что можно брать так уже воспользовались три человека моим предложением чтобы пойти купить что-то еще и вот эта бабушка сейчас здесь я хочу чтобы она берите все колбасу икру хочет честно все видите две банки икры что она сейчас хочет рыбу червона нет но я ж только что рассчитался можете спросить у охранника у косирши просто делай людям приятное благотворительное сегодня только сегодня такой день вот а я хочу такое сделать в украину так и рыбы можете взять сосиски мясо так давайте а то вы не возьмете я вам сам такую бачку филе да две филейки сосиски может вот эти докторские да бачки докторских все жду вас на кассе все здравствуйте сегодня акцию провожу оплачиваю покупки это все вам бесплатно можете еще что-то пойти взять спасибо благотворительно благотворительно хорошо быть здорово спасибо большое и удачи спасибо так все ребята моя карточка уже не выдерживает рассчитываю из двух наверное слишком много операций здравствуйте сегодня акция бесплатно вам все можете идти еще спросите нет не шутка сегодня только такой день да я делаю благотворительность так что можете идти еще все жду вас на кассе строите себе праздник нет ну и у нас день рождения взилай шампанское и коту и коту и коту и коту ну и у меня мокрое что огромное вам спасибо конечно для нас таких несчастных поддержка сумасшедшая поддержка сумасшедшая поддержка все Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо. Да, все, вы можете идти. Да, я буду здоровы. Спасибо вам. До и до самого последнего денечка. А от сюда вы? От сюда скидем. Нет, я не от кого. От самого себя делаю благотворительность. Все думают, что я с какой-то партии. Ну да, мы думали с какой-то партии. Ну а что, потому что мы не все можем купить. Потому что такое только политики делают, да. Перед выборами. Нет, они не политики. Площадки строят. Я не успеваю ко всем. Здравствуйте. Успеваю? Все можно. Успеваю? А, аварийку? А, по-прочему. Можно и горил. Все, что хочется. Я еще успеваю до часа. Да, да. А, вас еще не пробит. Я втрою на другую класс. Не надо, ну или сюда. Это не 92,70. Спасибо. Сколько? Это 92,70. Спасибо большое. И вам. Хорошо. Здорово. Так, все успело. Да, что-то что-то. Я успела? Ой, спасибо. Дай Бог вам здоровья. Господу. Это такое, что я не буду, честно говоря. Я, соседка позвонила, и не поверила. Тут уже по району слух разошелся. Весь район уже знает. Предупредили всех, и все бегут. Да, сарафаночка работает. Так, ну все, я буду заканчивать. Так, ребята, на этом я буду прощаться. Немного неправильно я выбрал время. Как раз пошла движуха. Все, прощаюсь со всем коллективом. Так, всем, конфеты, это вас. Спасибо. Приходите, все. Спасибо. Вечерк. Спасибо. Чек-то вы меня. Ну давай, все. Спасибо. Все, всем пока. Вот и все, ребята. Все получилось. Слух по району разошелся. Все бабушки довольны. Одна карточка у меня заблокировалась. Короче, давайте подводить итоги. Многие хейтеры могут сказать, тоже мне миллионер. Оплачиваешь бабушкам покупки. Ты занимаешься серьезной благотворительностью. Ребята, хейтеры. А кто из вас хоть что-то подобное сделал? Кто из вас помог? Хотя бы одной бабушке. Так что, давайте делать добро от чистого сердца. Давайте помогать людям. Потому что я учу не попрошайничать, а помогать. Не попрошайничать, а отдавать деньги. Если я хочу что-то сделать хорошее, значит я делаю. Потому что после этого видео многие мне будут писать в личку. Дай денег, дай денег. Ребята, вот смотрите. Каждый из вас может помочь одной бабушке. Они много не берут. Они берут там 5 яиц, пол буханки хлеба, масло. Все. Вот все, что они берут. Представьте, да, что если бы каждый из вас помог одной бабушке. Вот, посмотрит это видео 30 тысяч человек. И если бы каждый помог, мы бы осчастливили 30 тысяч бабушек. А если вы скажете своему другу, получится 60 тысяч бабушек. Ребята, это мелочь. Но для них это очень приятно. Да, сейчас у нас все плохо. Везде негатив. Плохие новости. Но вот если мы хотим что-то изменить, начинайте с себя. Не нужно винить этих людей, да. Они выросли при такой власти, да. Которая отделала из этих людей рабов. Их не научили, как зарабатывать деньги. Но если мы можем что-то изменить, давайте меняться. И давайте понимать таких людей. И будем им помогать. Я вообще за такой контент. Пусть даже ребята это делают ради хайпа. Но все равно это добрые поступки. И пусть лучше они зарабатывают деньги на добрых поступках. Пусть лучше таких видео в Ютубе будет больше. Пусть лучше на таком зарабатывают, да. Чем на трэше и на всяких пьянках. Так что обязательно поддерживайте такой контент в Ютубе. И не нужно ничего хейтить. Так что ребята, я думаю вы замотивировались. Вдохновились. Давайте помогать людям. Давайте вместе сделаем этот мир лучше. Я думаю каждый из моих подписчиков. Каждый. Может оплатить бабушке хотя бы одну покупку. Да, у меня вот 130 тысяч подписчиков. Если каждый будет делать какую-то мелочь. Но это будет приятно. И это не останется незамеченным. И плюс я вот постоял. Я столько наслушался. За меня и свечки уже ставят. Мне все желают здоровья. Успеха. То есть вы всем этим себя подпитываете. Вы впитываете положительную энергетику. И это короче приятно всем. И бабушкам, и мне, и окружающим. Так что огромное вам спасибо за поддержку. За понимание. Подпишитесь на мой канал. Обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Передаю привет всем сотрудникам. Всем тем, кто меня поддерживал. Я знаю вы смотрите это видео. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok